И к большому моему сожалению Харов Илья Мои подписчики, они все любят готовить Пожелайте, дайте советы Для начинающих поваров Так, ну начинающим поварам обязательно Рекомендую Побольше читать, изучать Ну и собственно Экспериментировать, только эксперименты Нас приводят к качественному приготовлению И запоминайте вкусы Готовьте С душой, готовьте профессионально И не бойтесь продуктов Как только вы начинаете бояться продукт Он начинает себя вести Совершенно по-другому И слушайте Захарова, обязательно Только его и слушайте И кушайте Все, спасибо большое Привет друзья, с вами снова я, Эльза от Малик И это очередной выпуск по ушам Мало кто знает, но я участник проекта Белый китель, который вышел на экраны С моим участием на этой неделе Как я попал на проект, какие сложности Я испытывал, сегодня обо всем по порядку Прошло два года с момента моего участия на адской кухне Тем не менее, телеканал Пятница Мне написали смс с приглашением Принять участие на проекте Белый китель Я долго сомневался, потому что Под моим началом Открывался проект в городе Иркутск Возможно, если бы это был просто проект Белый китель и собрали бы каких-то участников Которых я реально вообще первый раз вижу Наверное, я бы скорее всего отказался Но вот эта авантюра, что Участники с разных кулинарных шоу Кондитер, адская кухня с разных сезонов И битва шефов и так далее Наверное, вот этот момент меня прям реально зацепил И разбудил во мне желание бешеное посоперничать В рамках кулинарии Поэтому я договорился со своими партнерами Собрал чемоданы и отправился в путь Впереди долгие 6 часов до Москвы А долгие, потому что я ненавижу летать на самолетах Я просто дикий аэрофоб Меня всегда посещают странные мысли А вдруг у самолета неисправен двигатель А на мне нет парашюта А даже если бы он был, то как им пользоваться Ситуация не под моим контролем И все эти переживания на самом деле выматывают меня С другой стороны, я понимаю, что нужно экономить силы Нужно настраиваться Нужно сохранять вот этот боевой дух Поэтому я преодолеваю свои фобии 6 часов полета Мягкая посадка Выдох Я уже в Москве Дальше все как по накатанной Электричка, метро, 3 пересадки, полтора часа времени И вот я в гостиной В гостиничный номер меня заселили с еще одним участником этого шоу Но он приехал позже, около часа ночи Поэтому времени пообщаться не было Я уже спал Будильник зазвенел ровно в 6 утра Я проснулся, умылся, кофе Ну вот эти всякие моменты И к 7 утра нас уже ожидает машина Которая повезет нас к киностудии Амедиа Матвей, это участник битвы шефа в первый сезон Привет, привет, друзья Сейчас едем на съемки мастер-шефа Да, сейчас мы покажем, как там надо Это вот мой прямой конкурент, если что В 7.15 все участники должны собраться Но как это часто бывает Наши самые пунктуальные ребята приходят вовремя Вот, и мы все еще ждем Киностудия Амедиа Это большой ангар, в котором снимались много разных проектов Хардкор, реальные пацаны, кондитер и так далее Наконец-таки все участники собрались И нас уже ведут в гримерку Ну все не бредит очень Собираемся мы, значит, в гримерке И на самом деле Обстановка, атмосфера Не самая лучшая Потому что чувствуется, что у всех Нервишки-то играют Чувствуется вот этот дух соперничества В каждом участнике После грима началась бумажная волокита Договора, контракты, соглашения Со всем нужно ознакомиться Все подписать Пока я и остальные участники оставались в гримерке К нам зашли судьи и директора проекта Каждый о себе немного рассказал Кто, какие цели преследуют от этого проекта Нас всех собирают в одну группу И мы отправляемся в павильон Для съемок проекта «Белый китель» Началась репетиция Звукорежиссеры проверяют звук Видеооператоры настраивают камеру Нам проводят небольшой брифинг И в какой-то момент я осознаю, что напряжение полностью снято Наконец, финальный свисток И шоу начинается Левицкий выезжает на грузоподъемнике И я вижу чемоданы с атрибутикой И сразу понимаю, что в каждом чемодане Собраны продукты Так и есть Судья озвучивает условия конкурса И мы начинаем играть Человек, который заложил изначально в этот сценарий Он расставил, скажем так, ловушки Конкретно для каждого участника Я готовлю луковый суп Французская кухня Судьи знатно пытались меня запутать Помимо основных ингредиентов Мне подсунули зиру, кардамон И еще пару ингредиентов Которые не относятся к луковому супу Маленький, самый умный Три блюда угадал Молодец Если честно, для меня было очень важно Узнать мнение именно Ильи Захарова Потому что я за ним слежу очень давно Еще со временем Анатской кухни Если ты смотришь этот выпуск, Илья Тебе большой респект Лука спассирован правильно Мне приятен этот вкус Спасибо, шеф Мне нужно было это услышать Ну вот и когда там Захаров И второй судья Типа выдает Что все окей Им все нравится В этот момент Левицкий говорит Да, мне тоже все нравится Но к сожалению И вот здесь вот эта пауза Я просто думал Блядь, ну если я сейчас уйду Ну это будет полная несправедливость И к большому моему сожалению Видимо пока у меня этой шапки не будет Я просто Я сделал это, детка После первого тура отсеилось Ровно три участника И нас остается три человека Анна, участница четвертого сезона Адской кухни Алексей Это битва шефов Всем привет, ребят Короче, сейчас идут съемки Прошел первый этап Даже на Адской кухне так не нервничал, как сейчас Ну это просто пипец Впереди финальное испытание Нужно сохранить энергию Нам дают 10 минут на перекур И мы возвращаемся в павильон На съемочную площадку Твоя задача, Малик Приготовить нам великолепного карпа Хотя я и всем своим видом показывал, что уверен в своих силах В глубине души я осознавал, что это не так Я понимаю, что шансов победить у меня крайне мало Нужно искать правильное решение И я его нашел Буду готовить то, что готовлю в повседневной жизни То, что нравится моим родным и близким Тогда я еще не понимал, что это фатальная ошибка Но назад дороги нет В рамках шоу я проделал с карпом достаточно хорошую работу Я удалил 80% костей Применил несколько техник приготовления, чтобы размягчить оставшиеся кости Но если бы я готовил у себя на кухне на газовом боке Вопросов бы точно не осталось Кстати, если вам интересно увидеть это блюдо из карпа Давайте наберем 100 лайков И мы обязательно это сделаем Ты больше не продолжаешь участие в проекте Спасибо Сегодня я проиграл Проиграл битву, но не войну Ведь благодаря вам и вашей поддержке Я никогда не стану сдаваться И буду двигаться вместе с вами Только вперед Подводя итоги, хочется отметить несколько моментов Поделиться своими эмоциями, впечатлениями Организация в целом просто супер крутая Конкретно это телеканал «Пятница», «Белый китель» Мне очень понравилась работа Екатерины, которая брала у меня интервью Спасибо тебе большое, мне было приятно с тобой поработать Также хочется отметить наших судей Ребята супер профессионалы, супер харизматичные Знаете, вот в них не чувствуется этой нотки высокомерности Все добрые, все профессионалы своего дела Я уважаю мнение каждого из этих судей Конечно, не все идеально Были какие-то технические провалы С точки зрения перенапряжения Когда у тебя там вырубаются плитки и так далее Но это в целом не особо сыграло какую-то большую роль Конечно, был и смешной момент Когда я на следующий день прошел регистрацию Мне звонят и говорят Так, Малик, у нас проблема У нас произошел форс-мажор Что-то произошло с моим интервью, которое я давал вчера вечером Ну, после съемок Поэтому мне срочно нужно было вернуться в киностудию И перезаписывать интервью Я уже был разбит, я перегорел У меня не было уже тех эмоций Вот, собственно, интервью получилось не очень Ну, на мой взгляд Вот, а так как бы меня с самолета сняли, грубо говоря И мне пришлось ехать и заново переснимать интервью Я безумно рад, что поучаствовал на этом проекте Телеканал «Пятница», «Белый китель» Директора этого проекта Вам всем большое спасибо Также спасибо всем, кто меня поддерживает Отдельное спасибо моим подписчикам Я не знаю, наверное, если бы вас не было Не было бы этого интервью Не было бы... Да, в принципе, не было бы моего канала Знаете, что вы моя большая мотивация И надеюсь, что мой ролик кого-то смотивирует тоже Подписывайтесь на мой канал Нажимайте на колокольчик, ставьте палец вверх Делайте репосты Потому что с каждым днем у нас все больше и больше Всем большое спасибо С вами был я, Эльзат Малик И мы увидимся в новом выпуске Пока